Ну вот такое, не особо. Пришли с Наташей кофе попить. Школадки разные. Блинчики с мясом по 7 гривен. Так что мы решили, на улице посидим или тут? Ну давай тут посидим. Картинки покажу. Здесь такие салфетницы в виде кубика Рубика. Что это означает, пожелание? Короче, пишут всякие штучки, что они тебя пожирают. Да? Вот что мне тут пишут. А ну да. А глянись по сторонам, видишь, люди улыбаются. Это верные друзья, на которых полагаются, обреки. Я, прям про нас там. Блин, мне улыбаться нельзя. А здесь написано, люди улыбаются, так что улыбаются. У меня сейчас опять-то эта лавка треснет. Ой, господи, хоть бы у меня шоу, у меня шоу не будет. Мне прямо аж страшно. Лето на Нандитском пляже, ваше счастье рядом ляжет. Ну, в принципе, это верно было подмечено. Я даже сохраню это пожелание. И мороженое есть. Туда сядем, да? Такие сиденья. Вот это навеселили нас в кафе. У Наташи тут посылочка, я уже не дождусь. Ой, у тебя телефон, как у меня? Да, точно такой же, да. G7? Да. Точно такой же, как у меня. Ничего себе! Круто! О, это игра, это надо вот так вот выдвигать. Палочки, эти бревнышки сверху ложить. Не так, пока не рассыпется вся башенка. Если она рассыпалась, то кто-то проиграл. Ой, только стол какой-то такой шатающийся. Наташа, открывай посылку, мне аж интересно. Надо снимать видео сначала, и вот тогда отправлю этим делать. Это хоть не интимного характера что-то? А ты тут такая с камерой в торгах. Ой, какая коробочка. Вот тут написано. Монокинь, да. Монокинь. Открывай. Сейчас пистолет открывай, она пустая. Ну что это она пустая будет? Ленточка такая красная. Деньги заплатила, можно ее пустую прислать. Я так и знала. Ладно, не буду снимать. Это девичьи штучки. Штучки-дрючки. Ой, это она маленькая. Тут нифига не цель. Ладно, сейчас кофе дождемся, включимся позже. Принесли нам кофе. Тут такая маршмеллка лежит. Я уже забыла, с чем я взяла. У вас с Бейлисом. С Бейлисом у меня. А у тебя какой-то голубой нюхер. Короче, с меня такой кофеман. Я так все названия запоминаю. Ой, это пироженка, картошка. Я помню, в детстве такие пироженки были. Помню, детские кафе были. Мы приходили, там пирожная картошка, мороженое, печеньюшками посыпали. А картошка еще помнишь? Такая вкусная макарсинка. Да. Тебя можно снимать? Конечно. Это Натали, моя подруга. А то говорят, что я такая сука, такая стерва. У меня такой плохой характер. Наташа, расскажи, какой я человек. Самый добрый в мире человек. Самый добрый в мире человек. Самый облачка. Писала одна девушка. Гадости вчера на меня. Но меня это ни капли не расстроило. Наташа у нас вся поколота. У нас Наташа заболела. Ездит в больницу. Уже сколько? Больше недели, да? А нет. Это по 4-5 недели. Вот такие вот дела. Ладушки, что, будем кофе пить? Болтать? Что ты мне будешь рассказывать интересное? Секретики? Конечно. Секретики. Спасибо. И нормально я себя чувствовала. Наташа Алексей свой телефон разбила. Это типа он мне подарил. Наташа фоткается, фоткается. Наташа будет как-то со салей. А, со мной будешь фоткаться? Нет. Мне Алексей не поверит, что я была с тобой. А он я там. Меня видно? Да. Не видно меня. Не видно тебя. Ты меня как-то таки плохо видишь. Я тут дурачусь, как всегда. У меня, в общем, вавка. Я себя не снимаю. И лицо прикрываю телефоном на фотке. Типа я постоянно видео снимаю. Фух. Что-то я немножко выпила кофе. Латте. Как правильно? Латте или латте? Я на латте. И мне жарко стало ещё. Всё, посидели мы, кофе попили. Да ну, Наташа! Ой, господи, с тобой только кофе ходить пить. Это такая вот ковьярня. Пошли, кофе попили, она мне деньги тычет. Как и Наташа, Ольга Сергеевна. Это новый торговый центр у нас построили. Называется Рия. Сходили мы в этот торговый центр и, честно говоря, подобалдели. Сколько там? Пять магазинов? Магазин белья, магазин обуви, какой-то мужской магазин одежды, да? И косметика. И всё. Ничего хорошего нет. Естественно, это всё на одном этаже, все остальные этажи закрыты. А открытие состоялось 23-го, по-моему. А сегодня уже у нас 27-ое. Главное, что открыли. Всё шумит. Время летит незаметно, да? Уже время 7 часов. Только встретились, Наташа рассказала про своего кота. Весела она. Ой, как тут шумно. Ладно, мы уже по этой дороге какой раз идём? Мы сегодня туда-сюда, туда-сюда. Наискосок. Нам куда? В цум? В этот банкомат надо, да? Ой, посвежела, хорошо. Теперь будем много прохладить, мать. Я себя не снимаю, а снимаю Наташ. Да, Наташа сегодня звезда. Да. Звезда. Что-то себе больше татухи никакие не била. Какую ты видела последнюю? Хороший ответ. Мне понравилось. А, я в Инстаграм не выкладывала. Ваш на пояснице переделала. Переделала? Да. Ну, то ты делала, а то переделала на спине, на лопатке, да? Она вниз пошла, а у тебя на пояснице. Нет, там совсем другая. Можно снимать? Да. Можно? Не знаю, да. Ты увидишь? Ого, нифига себе, Наташа. Вот это завилась. А цвет будешь завевать? Да. Цветная будет? Это ж мы сделали сразу. Наташу раздели, тут девушка. Мы ее сделали сразу черно-белое. Ну, типа, решили сделать без цвета. Но когда она зажила без цвета, мы поняли, что это дерьмо, собачья. И решили, что теперь будем цветом заделывать ее. А мне надо, наверное, будет коррекцию делать. Ой, сейчас мальчик приедет. Потому что у меня звездочки вообще уже так выгорели. Уже там и цвета не видно. Да, цвет видно, но видно еще не надо. Ну, надо все равно делать коррекцию. Хочется, чтобы они поярче были, звездочки. Но это потом, попозже, не сейчас. Мне бы еще эту татуху доделать. Я бы, кстати, немножко ее делала. Не знаю, мне даже приснилось, что ты ее достичь. Наверное. Это у нее просто огромное желание такое. Я же только помню, что ты меня рассказывала. И мне же еще надо найти экскиз. Такой, как я хочу. Вот, все. А у меня же там фантазия бурная. В общем, пока еще в процессе. Так, пошли мы в ЦУМ. Цветочки разные. Подфотку. Тебе обычная рамка нужна, А4? Да. Что, я тебе дам? У тебя есть? Да. Ну, обычная А4 формата. Да. Откуда у тебя? Я иду. Я недавно, кстати, одну выкинула. Потому что там нет вот этих... Ну, их можно сделать. Стоим у колотцума. Не знаем, куда идти. Не знаем, куда нам идти и что нам делать. Собаки бегают. Барабаки. Найду рамку. Найду рамку, позвоню. Да, через год мы с тобой следующий раз встретим. Ну, ты и наглая. Смотри, ты и наглая. Даже никогда не дождешься. Ничего себе, кто тебе сегодня позвонил? Мы договорились. Ну, я же тебе обещала и позвонила. Это ты постоянно. То-то, то-се, то-пятое, то-десятое. Не надо на меня стрелки переводить. Ты посмотри, посмотри. А шо как-то мутно. О, нормально. Наташа протёрла вас. Найду рамку тебе, позвоню, как раз встретимся. Ты завтра дома? Да. Ну, ты завтра едешь, нет? Короче, созвонимся. В любом случае сама звони. А то пока я вот это... Пока Оля не организует встречу. Ну, ты ж взрослый, ответственный человек. Да, я такая. Ну, точно, я вот там, два ворота. Ладно, Наташечка, давай, поговори всем пока. Всё, всем пока.